Для изучающих французский язык довольно полезно просто слушать, как говорят на этом языке. Pour les apprenants de français, il est très utile de simplement écouter comment cette langue et parler. Но если вы слушаете и к тому же еще и понимаете, что произносит говорящий «me si vous pouvez entendre» и «comprendre aussi ce que dit l'hôteur», то полезность этого прослушивания увеличивается в несколько раз. Alors l'utilité de cette écoute augmente plusieurs fois, ведь у вас автоматически срабатывает так называемый сравнительный анализ. Après tout, vous avez automatiquement déclenché la sua disant analyse comparative, которому в основном и посвящен мой канал на Яндекс.Эфире. Поэтому некоторые фразы я вам буду проговаривать на двух языках. Par conséquent, je vais vous prononcer quelques phrases en de langue, чтобы вы наглядно увидели и услышали, afin que vous puissiez clairement voir et entendre, что ваш соотечественник может спокойно здесь сняться на этом прекрасном европейском языке. Que votre compadre peut s'exprimer calmement dans cette belle langue européenne. Чтобы вам было легче повторить и запомнить, pour vous permettre de répéter et de vous souvenir plus facilement, все, что вы услышите на французском языке, de tout ce que vous attendez en français, под каждым предложением вы найдете звуковую подсказку, выраженную желтым цветом. «Сушак фраза, vous trouverez un indice sonore, exprimez un journa». Это так называемая транскрипция, с которой вы легко разберетесь. «C'est-ce que la transcription que vous comprenne bien?» Так как она выражена русскими буквами, и вам ничего не нужно будет заучивать. «C'est-ce que vous n'exprimez une lettre russe et que vous n'auriez rien à mémoriser?» Меня зовут Александр Писменей. Je m'appelle Александр Писменей. Я живу во Франции вот уже более 30 лет. Je vis en France depuis plus de 30 ans. Подробнее о том, как я попал сюда, я вам расскажу в моих следующих выпусках в Яндекс.Эфире. «Je vous en dirai plus sur mon alibé ici dans mes prochaines éditions sur Яндекс». И, конечно же, мне хотелось бы, чтобы вы подписались на мой канал. «И bien sûr, je m'arrête que vous vous abonnez à ma chaîne.» Для этого вам нужно просто нажать сейчас вот на этот колокольчик. «Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur cette cloche maintenant». Когда я был молодым, я работал в цирке. «Quand j'étais jeune, je travaillais dans un cirque». Это был не простой цирк, а цирк на льду. «Ce n'était pas un simple cirque, mais un cirque sur glace. Где мне приходилось жонглировать и при этом еще скользить на льду. où j'ai dû jantler et glisser sur une place?» Профессия артиста цирка – удивлять зрителя. «Le métier d'artiste du cirque est de surprendre le spectateur». И в какой-то степени преподавание французского языка и dans une certaine mesure en enseignant le français мне также бы хотелось вас чем-нибудь удивить. «Je m'arrête aussi vous surprendre avec quelque chose». Вот, например, после нашего сегодняшнего первого занятия, вы несете с собой знание нескольких фраз, без всякого их заучивания. «Vous emportez-vous que vous le connaissance de quelques mots?» «Français sans-l'y mémorisez?» А просто разобравшись, что вы эти слова просто знали раньше. «Mais simplement en vous rendant compte que vous connaissiez simplement ces mots au paravent. Никогда не вникаю в это. Sans jamais vous-y plonger.» Что нужно сделать, чтобы запомнить три французских слова? Таких как «or» – золото, «de» – предлог «is», «pomme» – яблоко. Скорее всего, вам и запоминать их не надо. Вам нужно просто понять, что вы их знаете, так как употребляете нужное для этого русское слово «pomidor» каждый день. Как попал помидор в Европу и почему его назвали яблоком из золота, вы узнаете подробно в моей статье «Pomidor» из коллекции русско-французских слов. Своим методом я хочу доказать вам, что вы уже знаете половину французских слов, просто вы пока еще не догадываетесь об этом. Более подробно о моем методе преподавания французского языка под названием «Французский как родной» вы будете постепенно узнавать из моих следующих выпусков на Яндекс.Эфере. Но если вы хотите побыстрее узнать о моем методе и об авторе, то можете перейти прямо сейчас на главную страницу моего блога – «Метод 2014.Г». До скорой встречи! Аввенту! 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 Продолжение следует...